МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты 1-го Карагандинского и я, Гульнур Жакен, расскажем о главных событиях этого дня. Африканская САПА косит лошадей в Актубе. 10 миллионов тенге 12-летнему джигиту. Мавзолей лучшего бия Аблайхана Байдалыби восстановлен. Редкая болезнь появилась в селе Актубе. Лошадей косит инфекционный лимфангит. Село уже больше полугода закрыто на карантин. Почти 40 голов пришлось пустить под нож. А все потому, что от африканского САПА, так называется экзотическая инфекция, нет ни вакцины, ни лекарств. Хозяева осматривают своих лошадей едва ли не каждый час. Крестьяне не на шутку перепуганы. Они теряют лошадей каждый месяц. А лошадь в хозяйстве – это все. Это с нога и такие места, говорят. Ну там как боляшка. Уходит и все. Первые признаки заболевания у коней в селе Актубе появились еще зимой. Сначала крестьяне пытались лечить их самостоятельно. Дезинфицировали раны и кололи антибиотики. Но язвы только разрастались. В Казахстане не было такого болезня. Вот этот у нас 21 марта мы объявили карантин. До этого мы исследовали лабораторию. Она нельзя отправлять, но подтвердилось. Поэтому с первого апреля у нас карантинный мы сейчас в фосте стоим. 38 было уничтожили. Больных животных пришлось пустить под нож и захоронить на специальном скотомогильнике. Мясо больных лошадей к употреблению непригодно. Теперь табун не подпускают к селу ближе, чем на километр. Африканский САП – заболевание, распространяемое только у однокопытных лошадей и ослов мулов. Считается, что переносчиками являются только больные животные. Людям и другому домашнему скоту оно не передается. В Казахстане было всего несколько случаев заражения в разных регионах страны. Все дома и хозпостройки в селе продезинфицировали, а поселок закрыли на карантин. На сегодня в селе прошло три волны заболеваемости и карантин длится уже полгода. Сергей Высокосов, Бытия Руспанов, Первый Карагандинский. В Караганде начнут строить три детских сада в микрорайонах Киндала, а также в 21-м, что в Пришахтинске, и в 12-м микрорайоне Майкудука. Но перед тем, как их построить, нужно сделать проектно-сметную документацию. На это из бюджета были выделены деньги. На прошедшей очередной сессии городского маслехата депутаты утверждали изменения в местном бюджете и на другие расходы. В целом, к перераспределению сложилось сумма 632 миллиона 19 тысяч евро, которая предлагается направить на следующие расходы. На строительстве и разработку проектно-сметных документаций объектов, в том числе разработка проектно-сметных документаций на строительство трех детских садов. На содержание и благоустройство объектов коммунальной собственности, также на обеспечение безопасности дорожного движения. На разработку схемы теплоснабжения города. Важно отметить положительный момент. Депутаты поднимали вопрос о необходимости разработки перспективной схемы теплоснабжения города на протяжении многих лет. Наконец, пришло время для решения этого вопроса. На выделенные деньги планируется начать реализацию первого этапа этой программы. Кроме того, планируется, что при текущем уточнении бюджета города будут дополнительно выделены ассигнования на актуальные социальные нужды, строительство и реконструкцию объектов образования и завершение возведений жилых домов по программе «Доступное жилье». Также предусмотрены дополнительные средства на строительство инженерных сетей по этой программе. А сэкономленные бюджетные средства будут перераспределены на расходы отдела образования, в том числе на устранение предписаний контрольно-надзорных органов, текущий ремонт и благоустройство территории учреждений образования. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахсиар Успанов, Первый Карагандинский. А 18 сентября в Асакаровском районе состоялось торжественное открытие после реставрации мавзолея Байдалыби. Байдалыби был одним из выдающихся казахских биев, по праву считался лучшим бием Аблайхана, а в начале 19 века являлся советником Уоли Хана. В церемонии принял участие Акимовласин Румахамбетов-Дибеков. В своем выступлении он отметил большую важность этого события для духовной и культурной жизни региона. Байдалыби был выдающейся личностью своей эпохи, одаренным дипломатом и оратором. И его восстановленный мавзолей – это не только памятник 19 века, это история, которая будет жить в веках. Мы должны знать и изучать свою богатую историю, помнить своих героев. О значимости восстановления мавзолея Байдалыби говорили генеральный секретарь Международной Организации Тюркской Культуры Дюсен Кассиинов, общественный и политический деятель, народный писатель Казахстана Абиш Кекилбаев, депутат мажориса парламента Республики Казахстан Алдан Смайыл, государственный и общественный деятель, президент Международной Тюркской Академии Дархан Калерали. От имени потомков Абайдалыби выступил Жакан Кумагамбетов, который поблагодарил руководство области за большую поддержку по реставрации музея. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Цель этого конкурса, который в нынешнем году проводится в третий раз, поддержка лидов, внесших свой вклад в развитие государственного языка. Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в ежегодном послании народу Казахстана назвал нашим главным преимуществом многонациональность и многоязычие. Он поставил конкретные задачи по проведению гармоничной языковой политики, которая должна обеспечивать полномасштабное функционирование государственного языка при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане. Одной из мер, направленных на реализацию государственной языковой политики, является проведение конкурса на присуждение премии Акимобласти Тль-Жан-Ашат. Конкурс стал ежегодным, и я уверен, что с каждым годом число его участников будет только увеличиваться. Хотел бы подчеркнуть, что язык – это не только средство взаимопонимания между народами, язык – это посредник дружбы и согласия. Одной из мер, направленных на реализацию государственной языковой политики, является проведение конкурса на премии Акимобласти Тль-Жан-Ашары. Среди шести лауреатов конкурса в номинации тележурналистика был и наш коллега – Аслан Иса, директор телеканала «Первый Караганинский». Мы поздравляем обладателя премии Акимобласти с этим радостным событием. Сергей Высокосов, Айдин Жакан, Бахтиар Успанов, «Первый Караганинский». В Казахстане проживают 1 миллион 700 тысяч ветеранов войны и труда. Какие условия жизни созданы для них? На что нужно обращать внимание? И как идет подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы? Эти и многие другие вопросы обсуждал Совет ветеранов Казахстана. Встреча проходила с участием Акимобласти Нурмухамбета Абдебекова. На республиканское семинар-совещание собрались председатели Советов ветеранов из 14 областей Казахстана. Участники пленарного совещания обсуждали основные проблемные вопросы ветеранов. Это и предоставление медицинской помощи, и социальное положение ветеранов. Главный вопрос – вот это 1 миллион 700 тысяч наших ветеранов. Каждый должен чувствовать себя, что он остался не в стороне, активно участвует в нашей общественной жизни. Ни один ветеран не останется без внимания, отметил в своем выступлении глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Он обрисовал социально-экономическое развитие региона, говорил о работе местных органов власти по реализации реформ, проводимых под руководством лидера нации Нурсултана Назарбаева. Главной темой обсуждения на встрече стала подготовка к празднованию 70-летия Великой Победы. В нем предусмотрены вопросы социальной поддержки ветеранов, общественно-политические, культурно-массовые, спортивные и другие организационные мероприятия. Создана специальная рабочая группа из числа представителей государственных органов, общественных организаций. Я уверен, что сегодняшний семинар будет плодотворным и позволит нам выработать новые методы работы с ветеранскими организациями. Наши ветераны активно участвуют в общественной и политической жизни города и региона. Они подают примеры истинного патриотизма. Их жизненный опыт и мудрость помогают молодому поколению найти решения в различных вопросах. Сегодня в стране делается все, чтобы окружить вниманием и заботой героев Великой Отечественной. В прошлом году такая встреча проходила в Казелардинской области. Семинар, безусловно, поможет найти компромисс в работе с ветеранскими организациями всех регионов. В завершении Нурмухаммед Абдебеков вручил председателю Центрального совета ветеранов Казахстана Умерзаку Озганбаеву символ нашего города – статуэтку «Шахтерская слава». Гульнуржакен Бахсер Успанов, Первый Карагандинский. Карагандинский областной музей изобразительного искусства организовал выставку молодых художников города Караганды. Три поколения художников показали личностное представление о мире их окружающим. Традиционная областная выставка молодых художников в этом году представляет зрителю только живопись и графику. От прочих выставок эту экспозицию отличает особая свобода творческого самовыражения, открытая эмоциональность и радостное восприятие жизни. Мне хочется начать с такого отступления, что сегодня в день этой выставки у нас погода дождливая, такая несколько серая, но выставка – это дает ощущение счастья, эта выставка дает ощущение тепла, радости, потому что это выставка традиционная наших молодых художников, которые в сентябре ежегодно проходят. Зрители могли познакомиться с новыми работами художников, которые уже давно занимаются творчеством. И оценить первые попытки самостоятельного решения образности, восприятия мира у студентов Каргу, гуманитарного колледжа и просто любителей искусства и рисования. Художка, потом частная студия была, университет наш карагандинский. Ну и потом после окончания занимаюсь свободно, как свободный художник. Тематические произведения молодых сильно различаются между собой. Здесь есть холсты, написанные по впечатлениям от путешествий, которые писались не просто как природные жанры, а красоты, увиденного через взгляд и кисть художника представлялись фантазийным фейерверком. Живописью занимаюсь с детства, наверное, как и все мы тут. Сначала художная школа, потом университет был. И сейчас работаю вот тоже свободным художником именно. Просто занимаюсь живописью, участвую в различных выставках, фестивалях и международных, и по республике. У нас эта выставка, она просто не имеет определенной темы. Это просто отчетная наша выставка, что мы сделали вот за последнее время. Разноцветие на холсте и бумаге рассказывает о неповторимой красоте природы. Много натюрмортов. Удивительно чистые, по-детски наивные, но исполнены вполне профессионально. Графические листы с мечтами и с наведениями. Удивительно чистые, по-детски наивные, но исполнены вполне профессионально. Графические листы с мечтами, с наведениями и далекими путешествиями. В этой выставке мне понравилось то, что она есть, то, что есть такая возможность для молодых художников выставиться, что мы можем показать себя, показать свои идеи, вот мои работы, и я думаю, что они тоже понравились, как мне понравились работы остальных участников выставки. В целом, в экспозиции жизнь предстает перед нами, как яркая, удивительная, неповторимая драгоценность, которую надо беречь. Хорошо, если художественная молодежь сохранит это чувство и сумеет передать его зрителю. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. В Караганде в основной школе номер 44 уже начали праздновать праздник, восвященный ко Дню Языков. На мероприятие побывал и наш корреспондент. День языков народов Казахстана был объявлен указом президента 20 января 1998 года и стал общим праздником всех казахстанцев. У нас проживают представители более 85 наций и народностей. У каждого языка своя история, своя судьба, связанная с судьбами других языков. Этот праздник отмечается 22 сентября. В школе, в которой обучается 14 различных национальностей, ежегодно отмечается праздник День языков. На мероприятиях через язык ученики общаются друг с другом и учатся понимать духовную культуру, обычаи и традиции народа. Поздравляю всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Желаю счастья, удачи, благополучия, успехов в добрых делах, благо нашей Родины. Ученики подготовились особенно. Подготовили различные номера, где танцевали национальные танцы, читали стихи и пели песни на английском, русском и казахском языках. Ученики показали примером, как понимают и уважают друг друга народности Казахстана. Ведь этот праздник отмечается только в нашей стране. Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с этим великим праздником Дня языков. Желаю им открытого неба, счастья и здоровья. Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с этим великим праздником Дня языков. Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с этим великим праздником Дня языков. Привет, меня зовут Бигзат, я из Казахстана. В основной школе номер 44 уже начали праздновать мероприятия, посвященные Дню языков. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашидов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска. 12-летний карагандинец выиграл 10 миллионов тенге, став чемпионом в Аламан-Байге. С призерами республиканского соревнования «Алтын-Тулпар» прошла пресс-конференция в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова. В Акмалинской области, 30 километров от Астаны, возле аула Кабамбай-Батыры, состоялся первый республиканский турнир по Аламан-Байге «Алтын-Тулпар» на дистанции 43 километра. В соревнованиях приняли участие 80 наездников из 14 областей и городов Астана и Алматы. 12-летний Думана Мангельды на скакуне Бахтуре из села Ахшаттау Шетского района стал победителем. Вместе с титулом чемпиона он получил солидное вознаграждение 10 миллионов тенге. Думана на соревнования готовил Миржан Сексенов. Впереди у нас много соревнований. В ближайшее время скачки будут в Талду-Горгане и Ас-Илиаса Жан-Сугурова. Также планируем принять участие на Кубке Президента в следующем году. Также под руководством султана Сесенова Иркебулан Ермагомбетов занял третье место на этих соревнованиях. Для нашей области это большое достижение и свидетельство о том, что у нас очень серьезно относятся к развитию национальных видов спорта. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. Также спортивный комплекс принял сборную Карагандинской области, ставшую призером игр народного спорта, которые проходили в Восточно-Казахстанской области. Карагандинские спортсмены достойно выступили на пятых играх народного спорта на призы президента Республики Казахстан. На соревнованиях, в которых приняли участие 14 областей и города Астана и Алматы, наша команда расположилась на четвертом месте, уступив одно очко Актюбинской области. Победителями стали Восточно-Казахстанская область, а на втором месте расположилась Павлодарская область. Наши мастера настольного тенниса принесли команде первое общекомандное место. В волейболистские области выход в финал уступили астанчанкам, но несмотря на это они до конца боролись за призовое место и показали виртуозную игру. В матче за третье-четвертое место мы обыграли команду из города Акустанай. Матч сам был в принципе не сложным, мы были сильнее, поэтому со счетом 2-0 в партиях обыграли команду. Неплохо выступили многоборцы, заняв третье общекомандное место. Также Сергей Кравченко вошел в тройку призеров по гиревому спорту. Вообще раньше занимался до армии, 10 лет я занимался классической борьбой, потому что он в армию пришел, устроился в пожарную охрану. Сейчас на данный момент занимаюсь гиревым спортом. Как бы за четвертый год своих тренировок я выполнил мастера спорта. Не остались в стороне и наши борцы. По борьбе Казах-Круесе второе место занял Барменов Асыл, а победителями стали Агибаев Кайрат и участница чемпионата мира под дзюдо у Миралиева Дильбар. По Казах-Круесе я выступала впервые, для меня это было несложно, потому что это как бы дзюдо и Казах-Круесе очень похожи борьба. Также соперницы были те же, которые под дзюдо боролись, и поэтому для меня было нетрудно завоевать первое место. Наша команда на играх заняла лишь четвертое место. Пару очков не хватило, чтобы занять третье место. Надеюсь, что на следующих народных играх мы окажемся здесь. Бигзат Аликайдаров, Кайрат Рашитов, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Приятных вам выходных. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова